Окей, на этом всё. Хватит, продаю весь свой биткоин прямо сейчас. Чарджи Пи Ти сказал, что есть 15% шанс на то, что он уйдёт до нуля. Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Меня зовут Довинчи Джереми и у меня всё просто замечательно здесь в Дубэе. Надеюсь, у вас тоже всё хорошо, где бы вы ни были. Спасибо, что смотрите мои видео. Ох, что ж, есть у меня шоу для вас сегодня. Немного поболтаем про новости для начала. Расскажу вам про то, что Чарджи Пи Ти говорит, что есть вероятность того, что биткоин уйдёт до нуля. Причём довольно высокий шанс, 15%. Невероятно, ну серьёзно. Я вот говорил, что меньше 1%, но это я. Мы поговорим об этом в сегодняшнем эпизоде. И также к концу видео посмотрим с вами на графике. Так что обязательно досмотрите до самого конца. Будет весело. А если вы заинтересованы в торговле, можете перейти на bibbit.davincijfiften.com или на ukx.davincijfiften.com Ссылки внизу в описании, а также в прикреплённом комментарии. На bibbit нужно будет пройти KYC, просто чтобы вы знали. Так что, если вы не хотите или не можете пройти KYC, вам нужно будет выбрать какую-то другую биржу. Некоторые ссылки есть в описании. Сможете торговать на них. Окей, что ж, давайте перейдём на новости. Но перед этим я хочу рассказать вам о том, что я спонсор FitBurn. Это игра Burn to Earn. Вы можете заниматься и получать немного денег. Зарабатывать деньги и затем на них торговать. Также можете обменять их на пропуски в залы. Сможете получать спортивное оборудование в этих залах. Зарабатывать вы будете немного, конечно, но что ж, знаете, это отличный способ добавить себе мотивации для того, чтобы позаниматься, пойти в зал или заниматься дома. Сможете получать поинты. Возможно, даже будете стейкать эти токены. Такая возможность тоже есть. И также сможете получить NFT в виде футболки. Так что да, много весёлого в этой игре. К тому же, есть огромное количество девайсов, которые вы можете присоединить. Можете измерять частоту сердцебиения и сколько токенов калорий вы сжигаете. И за счёт этого вы сможете зарабатывать. Сжигать и зарабатывать. Итак, первая новость на сегодня. Coinbase Exec использовал Jailbreak чат GPT, чтобы получить шансы на дикие криптосценарии. Давайте сделаю немного побольше, чтобы вы, ребята, могли разглядеть. Вот так. Чуть-чуть побольше. Ну да ладно. Итак, листаем ниже. И видим здесь таблицу. Биткоин исчезнет и не будет нужен. А цены упадут на 99,99% к 2035 году. И на это есть шанс в 15% то, что это произойдёт. Окей, всё, продаю весь свой биткоин. Это всё, мужик. Конец игры. Это довольно высокий шанс. Так что я не знаю, насколько чат GPT использует правильные проценты. Но я понимаю, откуда всё это идёт. Я лично думаю, что шанс на это меньше процента. Всё это идёт из того факта, что, по сути, любое изобретение человека может потерпеть неудачу. Всё, что является частью нашей реальности, всё, до чего мы доходим и изобретаем, может потерпеть неудачу. Может прекратить существовать, работать и всё в таком духе. Если вы сейчас пойдёте и спросите про шансы на существование птиц, на то, что они нереальны, шанс будет меньше 1%. Так что да, всё это основывается на том факте, что любая технология, которую мы можем изобрести, до которой мы можем дойти, которые либо лучше, чем те технологии, которые у нас есть, или могут их сломать, может потерпеть неудачу. Именно отсюда такие высокие шансы. Именно поэтому такой процент она его считывает. Считает это всё к 2035. Я не думаю, что к 2035 году такие высокие шансы. Ну что ж, знаете, я не компьютер. Так что, что я вообще знаю? Окей, давайте двигаться дальше. Не забывайте, ребята, что вы можете перейти на baby.davincijfiften.com или на ukx.davincijfiften.com Все ссылки внизу в описании. Можете получить бонус до 30 тысяч долларов. Но вам нужно будет пройти KVC. Вот это проблема, но вы получите за это деньги. Окей, криптокомпании умоляют британских регуляторов не следовать примеру США. Пожалуйста, господин. Можно ли нам иметь чуть побольше криптовалюты в Соединённом Королевстве? Пожалуйста. Господи, знаете, как это жалко звучит? Это бесполезно. Почему? Знаете ли вы, что UK как-то запретили машины? Они сильно отставали от автомобильного рынка. Не могли никак его догнать. Да, это правда, такое было. Сделали они это с помощью регулирования, конечно же. Это не был прямой запрет. Они просто говорили, что нужен человек с флагом, который будет идти перед машиной. Всё для того, чтобы люди знали, что большая опасная машина едет по дороге. Так что да, перед вашей машиной всегда должен был идти человек, и вам пришлось бы за это платить. И из-за этого, конечно же, использование машин в UK было невозможно. Так что именно поэтому регуляция – это просто тихая форма запрета. Держите это в голове. Окей, давайте двигаться дальше. Биткоин установил новый рекорд ежедневных транзакций в тот же день, когда правительство США незаметно организовало выкуп банка. Да, такие выкупы – это просто ужасно. Давайте почитаем, что тут. В воскресенье, когда правительство США негласно работало с двумя крупными банками над разработкой нового плана финансового спасения, сеть биткоина достигла нового рекордного уровня по количеству обрабатываемых ежедневных транзакций. Было подтверждено больше транзакций, чем когда-либо за всю его 14-летнюю историю, что побило предыдущий рекорд, установленный во время Буллрана 2017 года. Оу, это дико. В 2017 году транзакции стоили сколько там? 50 долларов? Это было как раз около Рождества, кажется. Даже до 150, кажется, поднимались. На Рождество 2017 года. Люди тогда проводили огромное количество транзакций. А сейчас комиссия за транзакцию стоит около 50 центов, кажется. Или, возможно, даже меньше. В общем, что-то такое. Так что да, довольно интересно, насколько биткоин поменялся с тех времен. Транзакций сейчас огромное количество. Больше, чем было в 2017 году, побило рекорд. И тогда комиссии улетели до астрономических цен. А сегодня у нас таких больших комиссий нет. Интересно. Это как раз для тех людей, которые кричат. Биткоин бесполезный, потому что цены высокие. Сегодня JP Morgan Chase приобрел First Republic после того, как регуляторы наложили арест на активы проблемного банка. Что стало вторым по величине банкротством банка в истории США. Помните, что было в прошлый раз? Посмотрите, они даже не указывают, сколько заплатили. Потому что заплатили они действительно много. И они будут держать это в секрете. Потому что в прошлый раз, когда они сделали анонс того, что JP Morgan покупает банк за 2 миллиарда долларов. Хотя заплатили они даже больше. Нет, подождите, в 5 раз больше получается. Кажется, 2 доллара за акцию. А в итоге заплатили даже... 10, получается. Или что-то в таком духе. И это сильно навредило. Потому что здание, в котором находился этот банк Берр Стернс, их основной офис, стоил 2 миллиарда долларов. Что? Так что, да. По сути, любой богатенький дурачок мог купить этот банк из-за скуки и управлять им сам. Ну, серьезно, это же просто смешно. Это просто глупо. Скорее всего, они забрали его вообще за копейки. Меньше чем то, сколько стоили их активы, скорее всего. Ну что ж, это JP Morgan. У них под контролем Федеральный резерв, который управляет всеми остальными банками. Так что получается, эй, компания, которая у меня есть, можно мне вот эту компанию подешевле? Конечно. Ох, блин, какая же это все глупость. Просто глупость. Неужели Федеральное правительство пытается убить крипто? Ну да. Не знаю, мне это вообще нужно обсуждать. Существует операция Чокпоинт 2.0. Это, по сути, задокументированная информация. Сможете почитать этот документ по ссылке внизу в описании. И все это план по убийству криптовалют. Так что да. Ох, господи. В любом случае, я не думаю, что они придут к успеху. Точно так же, как они убили книги. Помните, когда-то правительство запретило книги, и теперь у нас книг вообще нет. Ой, подождите-ка. Точно, это не сработало. Ох, господи. В общем-то, сегодня уже был пример про Соединенное Королевство, которое запрещало машины. Но и сейчас в ЮКЕЙ вообще нет машин. А нет. Ох, блин. Окей, знаете, когда-нибудь наступит время, когда правительство сделает что-то, и никто не сможет этим больше пользоваться. А вот знаю, наркотики. Почти что во всех странах мира есть политика против наркотиков. И как думаете, кто-нибудь в этих странах использует наркотики? Конечно же, нет. Я живу в самой строгой стране в отношении наркотиков, и здесь их огромное количество. Просто поверьте мне. Так что это просто невозможно. Остановить биткоины и криптовалюты. Люди будут использовать и защищать себя. И на этом всё. Окей, всё больше криптобирж. Листят Пеппи вслед за торговым безумием. Вау. Именно поэтому Пеппи Коэн настолько сильно взлетел. Просто посмотрите, ребята. Вот тут, ребята, я сказал вам не покупать. И вы такие, да что ж ты, он же растёт. Ну что ж, мог бы ты удвоить свои деньги? Да, конечно. Конечно, если бы купил где-то около восьми. Где-то вот тут, на восьми тысячах. Ты бы, конечно, это сделал, но это было бы очень рискованно. Очень сильно. Потому что он мог бы пробиться прямо вот сюда вниз. Так что, опять же, если вы продали где-то здесь, и у вас ещё что-то осталось, нужно продавать уже и здесь. Не нужно покупать ещё больше. Просто говоришь, уф, ну что ж, мне повезло. И всё продаёшь. Нельзя покупать на восходящем рынке. Не делай этого. Нет, ну, можно торговать, конечно. Это отличается от обычной покупки обычным человеком, который просто приходит, покупает и держит. Если ты этим торгуешь, это уже другая история. А вот если покупаешь для того, чтобы холдить, для того, чтобы сделать миллионы, вот так делать не надо. Вообще нет. Ты просто себе навредишь. Важно. Кажется, что сейчас Пипи Коэн дошёл до самого верха, и потенциально мы могли бы увидеть коррекцию. Причём очень быструю. Это выглядит как М-паттерн, но ему нужно будет опуститься ещё до 8 тысяч, после чего может появиться прорыв. Ну да, вообще у него много силы, конечно. Он сейчас на уровне в 0.00005. А нет, подожди, это 5 нулей. 0.00001. 0.00001. Господи. Я должен был это выговорить. Давайте просто говорить, то, что он на уровне в 1200, с пятью нулями впереди. Может ли на Пипи Коэне появиться Памп ещё больше? Да, может. Когда он упадёт вниз на 90%, тогда вы должны быть заинтересованы в покупке. Конечно, это может произойти через какое-то время, возможно, цена ещё вырастет и после этого упадёт, но прямо сейчас лучше покупать не стоит. Сейчас не время для покупки, даже если он пойдёт выше. Окей, давайте глянем на графики биткоина. Биткоин пробился через некоторые уровни поддержки, вот здесь и здесь. На уровне в 28631, и также 28388. Следующее сопротивление на уровне в 27 тысяч. 161, кажется. Да, получается где-то так. А не, 27666. Не удивлюсь, если это реальный уровень поддержки сейчас. Давайте даже протестируем. Посмотрим, действительно ли это так. Ну, да. Я просто предположил. И просто посмотрите на это. Вы это видите? Я сказал, ставлю, что это 27666. И да. Да и вообще, на самом деле, если посмотреть на некоторые поддержки и сопротивления, правильно настроить, вы увидите много таких 666. Часто появляется в качестве поддержки или сопротивления. Я даже и не знаю. Кажется, что кто-то с нами играется. И играется с движениями цен. Просто для того, чтобы показать, что они могут. Типа, о, да, остановлю на уровне в 27666. Так что да, это просто кто-то с большим количеством денег балуется с ценой. Расставляет флаги. Выпендривается перед друзьями. Думаю, это так. Окей, что ж. Куда же мы направимся? Удержимся ли мы на этом уровне в 27666? Или все же пробьемся вниз, до уровней ниже? И пробьемся, возможно, через другую поддержку? Где она там находится? 27314 долларов. Не знаю, пробьемся ли мы через эту поддержку? Если пробьемся через нее, тогда увидим большое падение еще ниже. Аж до уровня в 23 тысячи. До 23 с половиной тысяч. А если мы туда дойдем, тогда я сомневаюсь, что мы не заглянем на уровень в 61,8. Это у нас уровень в 21400. И, возможно, даже опустимся до 20 тысяч. Так что, если биткоин пробьется через эти уровни здесь внизу, я вообще удивлен на самом деле, что он остался на такое долгое время внутри этого диапазона. Весь этот диапазон – это огромное сопротивление перед движением наверх. И мы здесь остались. Мы не отскочили от него и не ушли вниз. Не протестировали и не ушли ниже. Мы, в общем-то, находимся и удерживаемся на этом сопротивлении. И это серьезно. Это что-то да значит. Давайте даже почистим это все и нарисуем заново. Просто повеселимся немного. Я бы сказал, что биткоин удержит эту линию здесь. Создадим еще одну W и вернемся наверх. Вернемся назад и, по сути, нарисуем W. Я предполагаю, что мы сделаем что-то такое и затем взлетим. Так что да, думаю, произойдет что-то такое, после чего мы улетим на 35 тысяч. Потому что кажется, что биткоин готов взлететь. А если вы заинтересованы в торговле, можете перейти на baby.davincijfiften.com, ссылка внизу в описании. А также на okx.davincijfiften.com или на fimx.davincijfiften.com. Окей, что ж, об этом поговорили, давайте глянем на эфириум, на котором, как я предполагаю, происходит та же самая динамика. Он находится на сопротивлении, и при этом находится выше огромного уровня поддержки. Я надеюсь, что он удержит этот уровень поддержки, потому что если это не произойдет, это будет определенно прорыв вниз. Ему будет сложно пробиться через это. Очень сложно. Пробиться через уровень в 1825 долларов. Очень сложно. Сейчас же эфириум вроде как пробился через этот уровень и ретестит его. Так что я бы сказал, что эфириум удержит этот уровень и пойдет выше. Он уже пробивался выше уровня в 2000 долларов. Это значит, что через какое-то время он должен будет уйти выше уровня в 3500. Где-то в этом году. Так что я ставлю на то, что он удержит эту линию. Так что, да, думаю, это хороший уровень, который мы можем удержать. Возможно, вы захотите купить здесь. Тогда стоп-лосс у вас должен быть чуть ниже. Хотя, можно даже опустить совсем низко, если, конечно, хотите. Но я бы ставил стоп-лосс на уровне в 1720. Это уровень, на котором, в случае чего, вы должны будете выходить. Это то, что нужно. Уровень в 1720. А дальше смотрите, что произойдет. Все-таки, по моему мнению, эфириум готовится к тому, чтобы продолжить свой забег. Окей, что ж, давайте глянем на доминацию. И тут у нас движение просто вбок. Мы вернулись наверх. Дошли чуть ниже этого уровня. И уже вот кажется, сейчас пробивались, но нет. Доминация все же не ушла выше ключевого сопротивления. Даже не дотронулись. Не дошли до этого сопротивления выше нас. И это означает, что вполне возможно, мы увидим большой альтсезон этим летом. Было бы неплохо, потому что это у нас опасная зона для альткоинов. Если у нас не появятся знаки силы, из-за чего биткоин пойдет вниз, а альткоины улетят наверх. В общем, это будет жестко. Биткоин будет доминировать. По сути, нужно будет просто купить биткоин, и это будет ставка лучше. Хотя, в общем-то, в любом случае, лучше купить биткоин. Не стоит обращать внимание на то, что доминация упадет или типа того. Биткоин в любом случае – лучшая ставка на долгосрок. Шансы на то, что остальные криптовалюты останутся в живых, гораздо ниже, чем у биткоина, даже учитывая то, что говорит чат GPT. Так что, почему бы не держать монету, которая действительно будет долго жить? А это биткоин. Так что, приобретите себе его. Потому что все у него будет хорошо. Он не уйдет до нуля, и вам нужно быть частью будущего. Спасибо за просмотр, увидимся с вами скоро. Субтитры сделал DimaTorzok